Газета для хороших людей Газета для хороших людей Я думаю, что этот вопрос каждое утро задают себе специалисты ЖКХ, которые должны выводить транспорт все больше и больше тракторов и больших грузовиков для того, чтобы убрать эти гигантские сугробы. Понятно, что город у нас расширился, город сейчас достаточно большой и окраины охватить получается не сразу, потому что по ним не ездит общественный транспорт, а это первоначальная цель – освободить те улицы, по которым автобусы ходят. Но нам обещают, что ситуация изменится, что за март, дай бог, он будет опять такой не очень летний. То есть нам оттепели не обещают в ближайшее время, поэтому надеемся, что за март со всех улиц, которых у нас в городе, наверное, больше 200, вывезут накопившийся снег. И если вы помните, когда-то были годы, когда жители частного сектора заставляли платить за вывоз снега, то есть они должны были со своих дворов, если они вывозят снег, то за него платить. Сейчас Акимат этого не требует, то есть они свою технику на это направляют, но, конечно, этой техники, видимо, не хватает. То есть если подрядчиков было 8, то станет 13, сообщили корреспонденту газеты «Эврика». Тендер уже объявили в отделе ЖКХ, и вот будем надеяться, что договоры они заключат быстро и выйдут. Марина Дорн, я здесь даже мобильный номер телефона вижу. В случае, если вы проживаете в 11-12 микрорайоне и в районе Москвы, то вы можете позвонить по номеру 8-707-883-43-17. Видимо, это один из подрядчиков. Кто сегодня купит газету, они, конечно, этот номер сохранят, потому что действительно район Москва – это один из самых больших частных районов. Но остальные районы сейчас найти не удалось. Газете почему? Потому что список предоставленных ответственных фирм оказался уже неактуальным. Да, в одном из прошлых номеров газеты «Эврика», я видела, публиковали номера телефонов и наименование подрядных компаний, которые занимаются вывозом снега. Я думаю, что можно будет дополнить. Можно было, но теперь придется все ждать заново, пока с ними заключат договор, потому что это будут новые подрядчики. Вот первый подрядчик, которого удалось найти в районе Москвы, и он дал свой сотовый телефон, сегодня в газете представлен. То есть этому району уже, можно сказать, есть куда обращаться. А вот не менее районы запущенные, я думаю, это Юго-Запад, это Новый, это Акжар и так далее. То есть как только появятся контакты, естественно, и Акимат будет у себя на странице в Инстаграме, наверное, публиковать. Но и газеты, и мы в своих социальных сетях тоже будем давать. Так что если вопросы какие-то возникают, то будем искать ответы вместе. Потому что действительно мы помним, каким был ужасным потоп четыре года назад. И когда неожиданно он буквально в одночасье наступил, в одну ночь, то, конечно, не хотелось бы опять оказаться в подобной ситуации. По идее, городской Акимат выдает контакты всегда противопаводковой комиссии. Я не знаю, насколько отвечают. Сейчас она уже создается, эта комиссия, насколько вот они сообщают через свою пресс-службу, что противопаводковый штаб создается, но он, видимо, как всегда, начнет работу после наурыза, уже ближе к концу марта. Еще один момент, все-таки хочу остановиться на второй, третьей странице. Марина Дарвиновна, одна из проблем, когда сейчас, ну, те дни было морозные, метель и так далее, и люди неправильно, возможно, пользуются печью, либо газовым отоплением, и в результате происходит. Ужасно, конечно. Просто видеть вот такие картинки, руины эти, очень страшно. И когда, тем более, сообщение поступает о том, что там были люди, и вот в одном из таких пожаров погиб ребенок, это, конечно, трагедия буквально для всех. Я думаю, что даже для тех людей, кто не знает эту семью, все равно это трагедия. Поскольку мы понимаем, что за всем этим стоит, во-первых, недостаточно правильное обслуживание газового оборудования, а почти все топятся именно газовыми приборами. И, с другой стороны, вот за последнее время я обратила внимание, что часто честники говорят, что люди заносят в комнату газовые баллоны с улицы, а этого делать категорически нельзя. Потому что газ, когда в тепло попадает, нагревается, физику, к сожалению, в школе учат плохо сейчас все, он расширяется, и может произойти взрыв этого газового баллона, если в нем избыток газа. То есть кто его наполнял, как его наполняли, и где он хранился, это тоже все, конечно, риск. Я помню, как ты писала газета «Эврика», и был такой призыв к нашим горожанам помочь погорельцам, которые остались без крыши над головой. Я не помню историю, правда, и как закончилось. Я думаю, что подобные истории, они всегда попадают на страницы сейчас в Инстаграм к нашим волонтерам. Там есть несколько групп, и все знают, как они называются. И обычно люди, которые в тяжелой ситуации находятся, они всегда пишут волонтерам. Волонтеры обязательно проверяют, как они нам много раз это показывали, обстоятельства проверяют, все выясняют, и потом собирают помощь этим людям. То есть, может быть, это даже не деньги, может быть, это какие-то вещи, продукты. Может, это кто-то квартиру сможет сдать, дом для того, чтобы семья там прожила какое-то время. Это очень все печально. Не менее, конечно, сейчас удручает количество происшествий, связанных с транспортом. То у нас самолеты попадают в какие-то аварии, то железная дорога, причем довольно-таки уже сейчас нередко. И вот ситуация, которая в Октябрьской области сложилась, когда 22 цистерны сошли с путей, это, конечно, большой урон, во-первых, предприятию, во-вторых, даже пришлось задерживать пассажирский поезд. То есть, это о чем говорит? О том, что, к сожалению, техническое оснащение наших монополистов, прямо так скажем, типа железной дороги, оно требует, видимо, большего внимания. Ну, а людям, которые там работают, требуется и техника безопасности, и соблюдение правил осторожности, поскольку они тоже рискуют. Они могут в любой момент оказаться заложниками вот такой ситуации. Хочу отметить, что сегодня газета вот вспоминает замечательного октябрьского поэта Валерия Мартыненко. Действительно, это человек, который известен, я думаю, всем любителям и поэзии, и, может быть, вообще творчества, которые в нашем городе живут старшее поколение. Валерий Мартыненко был очень интересным человеком. Часто мы с ним встречались в библиотеках, на всяких вечерах поэзии. Он поддерживал октябрьских поэтов. Сейчас это не очень популярная деятельность, но, тем не менее, такие люди есть, у них это увлечение присутствует. И вот, к сожалению, Валерий Мартыненко ушел от нас. Так что выражаем соболезнования всем родным, близким моего и друзьям. Сегодня в газете, как всегда, много материалов социальной тематики. И, конечно, они связаны, с одной стороны, с положением людей после пандемии, еще, наверное, после, я рановато говорю, да, то есть во время пандемии она у нас еще продолжается. И это касается выплаты зарплаты, повышения зарплаты, поскольку эта волна еще не прокатилась по всем отраслям. И начали ее нефтяники, продолжили транспортники. Сейчас это уже работницы детского сада, которые тоже чувствуют, что они уже на 40 тысяч в месяц не проживут. Да, и недавнее посещение многодетных матерей областного Акимата, когда они пришли к Акиму области. И ситуацию помните, да? То есть сейчас тоже на фотографии, Марина Дуарна, я вижу, опять же, наверное, наши жители будут говорить о том, как одеты хорошо и просят заработные платы, повышения и так далее. Да, то есть надо похуже одеваться, да, когда идешь просить повышение зарплаты. Но это ведь не показатель, во что мы одеты. То есть, видимо, климат у нас такой, что приходится покупать шубу, но ее, слава богу, хватает на 15-20 лет. Вторая тема, о которой хотелось бы тоже напомнить, и я думаю, что сейчас просто в связи со снежной зимой мы несколько ее отодвинули, это тема воздуха в Актубе. Как известно, мы попали в пятерку самых грязных городов по воздуху, но обычно алматинцы пишут о том, что у них видно, чем они дышат. Но у нас не видно, но тем не менее чувствуется. Редко в каком районе города запахов нет. Да, очень часто, кстати, волонтер и нынешний депутат Евгений из паблика Актубе Дыши рассказывает о том, что чувствуется запах, особенно на окраинах. Это промзона, это жилгородок, Шанхай наш, так называемый, это улица Тургенева. То есть иногда бывает, что даже гораздо дальше распространяются запахи. Экологи нам много раз уже говорили, что причиной являются промышленные предприятия и старые канализационные сети, что у нас количество всяких сбросов увеличилось в десятки раз, а сети остались те же. Но, как видите на фото, Евгений Лазарчук нашел, вернее, он каждый день это находит, и он это публикует, и человек уже чувствуется устал от того, что никакой реакции нет ответственных чиновников и ведомств. В районе промзоны все, кому не лень, жгут все, что хотят. Отходы каких-то малых предприятий, всякие выбросы, там могут быть и пластмассовые отходы, пластиковые, и может быть даже ядовитые какие-то отходы. И вплоть до того, что когда к ним обращаются волонтеры и говорят, что этого делать нельзя, они отправляют на предприятие и говорят, вот туда идите, где заводы, они дымят больше. Почему это? Мне кажется, потому что мораторий, который сейчас действует на проверке малого бизнеса, он очень даже на руку всем проверяющим организациям. Хоть они и отмахиваются и говорят, что вот им не положено, на самом деле, если бы они хотели этим заняться, они могли и они должны этим заниматься. Поэтому мы заложники всей этой ситуации, мы так и будем болеть всевозможными болезнями, и мы будем страдать от того, что нам нечем дышать, у нас у всех аллергия, до тех пор, пока те, кто за это отвечает, не будут наказывать виновных, причем наказание должно быть неотвратимым. Если бы они наказали десяток компаний, ну так как, например, сейчас кафе и рестораны наказывают за то, что они проводят банкеты, причем крупно наказывают, и уже все остерегаются это делать. Вот так же точно эти малые, так называемые малые предприятия или те, кто заказывает вывоз этого мусора и сжигания, если бы они заплатили хорошие суммы, может быть, они в следующий раз бы подумали, как это сделать законно. Ну и, конечно, законные должны быть места, где это все уничтожать. Должны быть какие-то для этого специально приспособленные предприятия, где будут эти сжигательные машины, мощные печи, и тогда, конечно, можно будет говорить об улучшении. Еще тема, о которой сегодня газета собрала материал, и этот материал достаточно обширный, это амнистия. Наверное, многие обращали внимание, что скоро в Казахстане в честь 30-летия независимости будет амнистия, об этом президент сообщил, и порядка 5000 заключенных выйдут на свободу раньше положенного срока. Ну, далеко не все категории под это попадают. Те, кто совершил тяжкие преступления, рецидивисты, там еще несколько категорий заключенных, вот как раз в газете вы можете посмотреть, какие это категории, их амнистия не касается. Но из этих 5000 человек, наверное, какая-то часть, и мы не знаем какая, не имеет работы, не имеет постоянного жилья, и, возможно, не имеет родственников, которые могут помочь. Что будет с этими людьми? Сейчас ответственность возложили на акиматы. То есть акиматы должны решить, как их трудоустроить и куда их поселить. Но будем надеяться, что узнаем какие-то хорошие новости, хотя до этого сколько раз было, что в результате эти люди возвращаются обратно. Потому что те, кто уже занимался воровством, грабежами и разбоем, ничего для себя нового они придумать не могут. Очень интересно, что выделили жирным шрифтом, впервые амнистия не коснется коррупционеров. Вот видите как. То есть коррупция у нас сейчас уже вышла на уровень бандитизма. Следующий материал, мне кажется, подготовлен именно к празднику, к международному женскому дню, потому что отмечать будем выходные дни. Я еще ждала, думаю, будет ли предпраздничный материал. Газета выходит не 7 марта и даже не 5, поэтому она не вся праздничная, но тем не менее этой теме внимание отвели. И целый разворот касается женской тематики, причем такой необычный подход. Один из материалов будет интересен тем, кто любит парфюм, потому что парфюмер Вячеслав Цалко раскрывает секреты ароматов и рассказывает о том, как использовать духи и как их выбирать, потому что он специалист уже с 10-летним и более стажем работы с парфюмерией. Ну а второй материал – это семья работников заводов и расплавов, муж и жена, которые работают вместе. И ее работа – это кран на высоте 11 метров. Эта замечательная женщина Мирамгуль Бесенгалиева работает в горячем цехе, и она отвечает за то, чтобы не случилось никаких происшествий с металлом, только что выплавленным. Так что мы в лице Мирамгуль поздравляем всех работниц предприятия Казхром, людей, которые находятся в таких иногда очень сложных производственных условиях. Ну и, конечно, всех женщин поздравляем с наступающим праздником, поскольку 8 марта – это один из самых, наверное, любимых праздников, который не смогли запретить ни в одной стране. Хотя он у нас уже далеко не о правах женщин. Заслуженный и наш профессиональный праздник, даже больше скажу. Ну, профессиональный праздник, я думаю, домашних всех хозяек, потому что действительно никто с женщин эти обязанности не снимает. Все остаются мамами, женами, отвечают за свой домашний очаг, стараются сделать его теплым, уютным, удобным и так далее. Но и сегодня еще в газете тоже есть такие таблицы, которые вы внимательно посмотрите, почитаете, как раньше срока выйти на пенсию. Думаю, что сейчас это интересует даже не тех, кому 58 лет, а тем, кому 40 и 45, потому что… То есть можно? Нет, ну, вот как раз почитайте. Вот как получить дополнительный доход в 50 лет? Что такое аннуитет? И вот из последних новостей мы знаем, что правительство разрешило аннуитет переводить не только в казахстанские компании, но и в нерезиденты. То есть ваши пенсионные деньги можно отдать какой-то страховой компании и получать определенную сумму каждый год в течение нескольких лет. В зависимости от того, какую вы там сумму накопили. Так что сегодня вот очень много таких полезных материалов в газете. Не долистали даже до конца. Вот на следующей сразу же странице о том, что спортивное мероприятие, водное поло завершилось. И хочется отметить, что жаль, что в этом году все спортивные мероприятия прошли без зрителей. Совершенно с вами согласна. У нас замечательные залы, у нас новый бассейн, у нас ледовый дворец, то есть где можно хоккейный, у нас борцовские залы отличные. И там, конечно, болельщиков не хватает нашим спортсменам. Мы об этом знаем. Управление спорта на эту тему все время печалится. Но будем надеяться, что пандемия наконец закончится, и мы с вами сможем ходить и на концерты, и в театры, и болеть за наших спортсменов. Кстати, по поводу театра поговорим уже завтра в программе «Из первых рук». А я напомню, сегодня, 3 марта, газета «Эврика» уже в продаже. Спрашивайте во всех киосках, смотрите в супермаркетах, на полках, потому что мы до конца обзор не сделали, до конца газеты не пролистали. Настолько много и очень интересных материалов и тем. На этом наша программа завершена. До скорых встреч. Всего доброго.